Транспорт появляется в жизни ребенка достаточно рано. И появляется он, как это ни странно, с вот такого вот маленького шарика. Потому что именно он, представляющий собой идею, конструкцию колеса и движения, появляется в жизни ребенка уже в 3-4 месяца. И впервые катая какие-то шарики, ребенок знакомится с идеей движения. Дальше в жизни ребенка появляются первые каталки. Это вот такие игрушки, в которые можно посадить каких-то важных персонажей и отправиться в путешествие. Каталки бывают нескольких видов. Есть каталки, которые можно тянуть за собой. Это очень интересные игрушки для детей раннего возраста, начиная примерно с года и 2-3 месяцев и до 3 лет. Я думаю, что даже юноши 6-7 лет тоже иногда очень любят катать за собой какие-то грузовики и так далее. В этой идее качения за собой, помимо того, что это ужасно интересно, весело и очень бывает громко и шумно, есть одна совершенно потрясающая идея. Катя что-то за собой, ребенок ощущает себя источником движения. Это очень важно в раннем возрасте. Это придает уверенность в своих силах, в своей значимости и, конечно же, способствует развитию координации общей крупной моторики. Есть также каталки, которые ребенок толкает перед собой. Эти игрушки помогают ему в сложном навыке ходьбы, в становлении ходьбы. Дальше на смену простым каталкам приходят, конечно же, помощники машины. И здесь у нас есть очень большие возможности. Какой же должна быть хорошая машина? Хорошая машина должна быть прочной. Потому что очень здорово, когда вот такой хороший или, может быть, чуть побольше грузовичок сопровождает ребенка на протяжении всего дошкольного детства. Это тот помощник, тот верный друг, который позволяет перевозить какие-то грузы, либо каких-то жителей, какой-то народ, который куда-то едет. Очень замечательно, если в кабину может поместиться водитель. И здесь еще может закрыться дверь. Еще очень здорово, если машина может маневрировать. И если источником этого маневрирования является сам ребенок. И вот здесь достаточно удачная конструкция, которая даже малышу позволит совершать очень сложные движения. Дальше совершенно потрясающим достоинством машины является наличие фаркопа. Или наличие вообще каких-то деталей, которые позволяют либо привязывать веревочку и катить машину за собой, либо прикреплять сюда другие конструкции, которые могут сопровождать движение. Когда мы можем перевозить животных, грузы или что-то еще. Транспортные игрушки не только позволяют ребенку развить сюжет, связанный с грузоперевозками. И здесь мы, конечно же, переходим из возраста младшего дошкольного в возраст старший дошкольный. И обращаемся к машинкам, которые называются модельки. Таких моделек, конечно же, в детской комнате у ребенка можно найти нескончаемое множество. Если мы говорим о необходимом и достаточном наборе, это несколько легковых машин, которые позволяют каким-то персонажам или сюжетам, например, семье съездить в путешествие и вернуться обратно. И разыграть какие-то сюжеты, связанные с тематикой путешествий. Так и машины, связанные с грузоперевозками и с перевозкой каких-то больших и крупных грузов. Так и машины, которые называются машины спецтехники. Основные сюжеты, которые развивают мальчишки в своих играх, это сюжеты, связанные с использованием машин полиции, пожарной дружины, скорой помощи и других каких-то спецслужб. Это машины, которые позволяют реагировать на какую-то беду. Это машины, которые позволяют разрешить какой-то конфликт. Право нарушения, нарушение дорожного движения, пожар, чья-то травма, какая-то беда, которая случилась. Поэтому вот этот комплект, он, конечно же, необходим. Продолжая разговор о транспортных игрушках, конечно же, нужно сказать, что очень здорово, когда в игровой комнате у ребенка есть несколько разных видов транспорта. Например, транспорт колесный, это машины. Транспорт водный, например, вот такая прекрасная яхта. Транспорт рельсовый, это поезда. И транспорт воздушный, это самолет. Неоспоримым достоинством игрушек транспортных является то, если они могут перемещаться в разных средах. Допустим, со среды игровой, с ковра они перемещаются в ванну. Эта игрушка по-настоящему может плыть. Также совершенно потрясающим особенностью и достоинством яхты является то, что она разбирается, то, что ребенок может осуществлять какие-то игровые сюжеты внутри этого пространства. Какая-то жизнь людей, которые здесь живут, и какие-то их приключения, которые с ними случаются. Также здорово, если у этих игрушек есть возможность прикрепить сюда ниточку или веревочку и совершать различные действия с ней. Наверное, одним из самых популярных сюжетов как среди мальчиков, так и среди девочек являются сюжеты, связанные с путешествием по железной дороге. Очень замечательно, когда есть возможность сделать пространство. Пространство дома, в котором живут люди, и пространство каких-то событий, где происходят какие-то истории. Например, гора, которую кто-то хочет покорить, и до которой нужно добраться, например, на поезде. Железная дорога, которая состоит из вот такой конструкции, позволяет бесконечно вариативно делать самые разнообразные постройки. Это могут быть развязки, это могут быть мосты, какие-то повороты. Пространство также может быть обозначено какими-то остановками, это шлагбаумы или семафоры, или мосты через речки и так далее. Все это позволяет сделать сюжет богатым, интересным. И, как показывают наши наблюдения, такая железная дорога будет интересна детям от года до 10-11 лет. Как минимум. Поэтому такой игровой потенциал, такой игрушки, такого набора, он бесконечно велик и интересен детям, как дома, так и в детском саду или в развивающих центрах и так далее. Следующей транспортной игрушкой, необыкновенно популярной среди юношей и мальчиков дошкольного возраста, это гоночные машинки. Такой игровой набор позволяет реализовать одну из самых больших потребностей, которые есть у мальчиков дошкольного возраста, это соревнования. Две-три машинки такого типа позволяют как производить соревнования среди машинок, так и соревнования с участием каких-то персонажей. Такой набор позволяет мальчишкам дошкольного возраста реализовать самый, наверное, интересный сюжет в их играх. Кто же будет первым? И еще один важный вид транспорта, который желательно, чтобы был в комнате у ребенка, это такой автомобиль, в который можно посадить его пассажиров и водителя. То есть это автомобиль, который просто позволяет фигуркам быть в нем внутри или спокойно высаживать их наружу. Потому что очень часто бывают такие машинки, в которых ребенок может только представить себе, что туда кто-то садится или кто-то из машины выходит. Такие машинки позволяют и сюжет сделать более реалистичным, и детям более младшего возраста просто лишний раз потренироваться в моторике. Как же он туда поместится и сколько персонажей поместится в эту машинку. Также очень важным элементом при создании игры с транспортными игрушками являются маркеры пространства. Например, вот такой мост, который позволит совершить переезд из одного пространства игрового в другое. Очень важно, чтобы такие блоки, которые, возможно, трансформируются в очень интересные сооружения, были под рукой, и из них можно было создавать самые разнообразные вариативные конструкции. Это позволит сделать игру более интересной, более разнообразной и включить в нее множество новых сюжетов. Итак, сколько же транспортных игрушек нужно ребенку для полного счастья? На самом деле не так уж и много. Несколько машин грузовых, машин спецтехники, несколько легковых машинок и транспортные средства, которые представляют собой различные стихии, водную, воздушную или длинные расстояния до поезда. Также мы можем варьировать наборы машинок, наборы транспортных игрушек от сезона к сезону и от данных сиюминутных интересов ребенка и его потребностей в игре. Стоит также сказать, что, конечно же, необходимо еще 2-3 единицы транспортной техники для игры на улице. Это машины, которые выполнены из прочных материалов. Чаще всего это пластик, который можно мыть и за которыми можно ухаживать. Или как, например, у этой машины, у которой мы можем снять колеса, привести их в порядок, одеть обратно и использовать дальше эту машину дома.